Если вы хотите узнать о провале Монсор Мобайл, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, я вас всех приветствую. Возможно, тут есть братья, возможно, тут есть еще какие-то люди. В общем-то, это не важно. Вы лучше скажите, какая ассоциация приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание Монсор ДМ? Ну вот так вот подумайте, несколько секунд, две, три, четыре. Можете вообще поставить, знаете, видеоролик на паузу, но это вообще для энтузиастов. Я не знаю, выполните ли вы это. Поставить ролик на паузу, зайти в комментарии и написать, вот какая у вас ассоциация, и потом посмотреть, может быть, у вас что-нибудь досовпало. Так вот, я когда слышу словосочетание Монсор ДМ, у меня в голове вот сразу, знаете, вот этот вот обман с Эвольф Ролеплей. Вот это вот вся многоходовочка, когда, знаете, Эвольф Ролеплей захотели купить Монсор ДМ за полмиллиона рублей. Ежу тогда было понятно, что Монсор ДМ таких денег не стоит. И я вам сейчас расскажу, для чего я все это вспоминаю. Потому что многие, возможно, могут это не помнить, а некоторые могут это вообще, знаете ли, забыть. И, в общем-то, да. Хотя провал тут больше был, наверное, знаете ли, для Эвольф Ролеплей. Потому что Монсор ДМ ничего не потеряли, они в конечном итоге с сервером остались. И вот с деньгами. Правда, по-моему, с половиной, насколько я понимаю. Потому что они решили там как-то в рассрочку взять что-то такое. Там Максим Кутрявцев все это говорил. Но по итогу все оно пошло не в ту стезю, вообще абсолютно точно не туда. Так вот, а в чем же заключается вся суть? Дело в том, что деньги-то у ребят с Монсор ДМ есть. Желание вроде как есть, более-менее. А сервера ролеплейного, который они так хотели, его нет. Что же делать тогда? Вот, ну что же в самом деле делать тогда? Тогда нужно залазить в последний вагон хайп-трейна под названием мобильный GTA сам сервера для андроида. Вот тогда нужно делать именно это. И они решили, да, вот у нас есть деньги с Эвольф Ролеплей. И без разницы то, что с того, знаете ли, с той вот всей авантюры прошло уже более там одного года. Уже скоро там, знаете, к двум годам все это приблизится. Это не важно. Давайте уже забудем обо всем этом. Они такие, да, нам нужен новый вот этот вот, знаете, проект наш. Мобильный, ролеплейный. Там вроде как все это хайпит. Там даже Андрюха Сукра уже запустил свой вот этот мобильный проект. И вроде как на нем тоже там что-то уже делает. И в общем-то как-то так все оно было. Но ладно, ладно, это не важно. И вы знаете, они решили в самом деле открыть свой самый вот этот навороченный, самый крутой, самый классный ролеплейный проект. Я поначалу вообще не понял. Типа, монстр ДМ, ну вы че серьезно? Вы решили открыть проект по стрельбе для ГТА Сампа на телефон? Ну, а зачем кто на этом играть-то будет? Но потом мне рассказали то, что нет, чувак, ты заблуждаешься. Они решили открыть проект ролеплейный для телефона. И я такой типа, о, ну поживем, увидим. И вот прошло открытие этого самого Монстр Мобайл, Монстр РП. Да это в общем-то и не важно. То есть прошло открытие и онлайн на открытии данного проекта составил около 100 человек. Ну ёпта понятно, в чем вся проблема этого блядского высера самп индустрии. Они просто понимаете, скины бомжей-то туда не добавляли. Вот, и получилось так, что чуваки-то, которые там с Аризоны, вот с этой донатной помойки пришли, они просто вот не понимали, где они находятся. И вылетало у них там всё. Ну дебилы, ёпта, 3 из 10 блядь. Но это ещё не всё. То есть если бы просто был такой онлайн, ну ладно, ну не повезло. Ну бывает, да. То есть Монстр РП могли бы в следующий раз подготовиться и уже там сделать всё намного лучше. Но дело всё в том, что мобильный вот этот вот клиент, он как будто бы, знаете, был не для мобильных игроков, а как будто бы, я не знаю, для компьютерных, чтобы вот зайти в вот это вот всё с компьютера. Потому что, когда ты заходишь туда, через 5 минут у тебя могло вылить. То есть знаете, вот эта вот слитая версия Аризона Мобайл, которая там была, вот эта вот, знаете, максимально слитая, которая максимально как-то фигово работает, которая максимально там вообще непонятно, как в неё заходить, что там с ней как делать, как её устанавливать и всё-всё-всё прочее. Вот эту вот версию, если кто-то из вас вспомнит, из сторожил канала, то сможете уже так более-менее понять, что вообще из себя представлял этот самый Монсор ДМ, Рулеплей, Мобайл по рассказам людей, которые решили там поиграть. И по итогу, что мы можем сказать? Монсор РП, Монсор Мобайл, они хороши только, знаете ли, в ДМе, в Гангваре. То есть самый популярный проект для того, чтобы где-нибудь там по ДМиться, по воевать за территорией, сделать всё, все прочие вот эти вот вещи, это Монсор ДМ. Тут уж спорить никто не будет, но Рулеплей, как я понимаю, он, ну, не особо для них. То есть если бы был для них, то, ну, они бы как-то подготовились ко всему этому лучше. Плюс у них там, по-моему, вот скриптер что-то психанул, что-то ему там не понравилось, он ушёл и по итогу сервер остался вот без всего этого, без толкового скриптера. И, наверное, поэтому, в общем-то, произошли вот такие вот неполадки, вот такие вот все недоразумения и всё вот это, знаете ли, прочее. Но, ну, ну ладно, ладно, мы про всё это, как и всегда, забудем. По итогу мы имеем Монсор Мобайл, который на открытии, самый, знаете, пиковый онлайн, там было около 140-130 игроков, и вот всё достаточно плохо у Монсор Мобайла. Ну а что с ним будет дальше? Я посмотрю, я поживу всем этим, и я по итогу увижу. Ничего, опять-таки, обещать не буду, или, да что тут вообще можно обещать? Я просто надеюсь, что Монсор Мобайл, он исправит все эти ошибки, все эти проблемы, которые были у него. Ну а люди, которые, возможно, смогли поиграть на данном проекте, вы можете отписаться в комментарии под данным видеороликом. Я всё это прочитаю, я постараюсь на всё это как-то более-менее ответить, как-то всё это пролайкать, если будет какой-то прям максимально такой, знаете, развернутый комментарий, я всё вот это вот закреплю, возможно, хотя это вряд ли, но, возможно, как бы такая вероятность, её, я думаю, отрицать никогда не нужно. А вообще, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, в описании находится ссылочка на мой телекрам-канал, там же находится IP на сервер Arizona RP, на котором был заснят геймплей данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok